Я просто не знаю, с чего начать. А вот сегодня мне есть, что вам сказать. Ребят, ну и серьезно. Оказывается, человек все может. Музыка на связь. Это действительно было очень здорово. Просто. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Ход коньком». Мы открываем наш третий сезон. С вами, как всегда, неизменный ведущий Андрей Жиранков. Екатерина Боброва. И я даже чуть-чуть волнуюсь. Я, если честно, тоже. Да, даже. Ой. Ну это такое приятное прям волнение. Мы в новой студии. Все обновленное. Заставка обновленная. Звук, как мы обещали, мы все поправили. Все супер, гипер у нас в этом сезоне будет. Все обновленное. Да, мы те же самые. Ну ладно тебе. Мы тоже обновленные. Где-нибудь что-нибудь. Да и сделаем этакое. И о нас будут говорить. Это не это самое главное. Это правда. Да. Спасибо большое, что вы даже в этом сезоне душой и памятью были с нами. Между прочим, я это прочувствовал во время контроля прокатов. Ко мне подошли и сказали, что мы смотрим ваш подкаст. Я говорю, спасибо вам большое. Поэтому спасибо вам большое еще раз всем. У нас сегодня задача, которая для нас невыполнимо уложится в час. Мы будем... Мы будем лаконичны. Ха-ха-ха. Поехали. Контрольные прокаты 23-го года. Начинаем новый сезон. И... Давай. Давай. Первые. Твои впечатления от прокатов. Если честно, я, подходя к этим прокатам, ждала, простите меня все искренне, очень, Женю Семененко. Я знала про тему короткой программы, я знала про произвольную, особенно про произвольную. И я вот прям вот в предвкушении была. Конечно, мне еще были интересны, Бойков с Козловским, как случился их переход к новому тренеру. Естественно, мои любимые танцы на льду. Как у кого... Они еще живы? Взыграли. Ну, уже, ладно. Это мы обсудим с тобой. Восьмидесятые. Да? Как кто понял эту тему? Где кто как скреативил? Это мы тоже обсудим чуть позже. Вот, и в общем-то, и все. Я их чуточку застал, даже не чуточку, я их застал, восьмидесятые, да? Ну, давай. Вот. И в итоге, как бы, интересно-то мне, в общем-то, были абсолютно другие. Окей. Как выяснилось. Ну, у тебя, да. Я так, у нас, получается, роли распределились. Катя смотрела дома, как телезритель контрольной прокаты. Я смотрел, как журналист на ходынке, бегая от телевизора на трибуну и обратно в Мигзону, чтобы пообщаться. Это, знаете как, это очень важно, потому что это дает возможность почувствовать какой-то нерв, обсудить, послушать, что говорят коллеги, что говорят тренеры, что в кулуарах говорится. Потому что, например, в первый день Тамара Николаевна Москвина вышла в Мигзону и просто со всеми запросто стала, общалась со всеми журналистами, что-то рассказывала, шутила. Рассказала историю из юности. В общем, Тамара Николаевна была самообаяния, и это прекрасно. Это можно только там в кулуарах увидеть. Ну, и мое впечатление от этих прокатов, что то, что мы увидели, не совсем оправдало те ожидания, которые возлагались. Я для себя это сформулировал таким образом, что, смотри, получается, у нас были контрольные прокаты двухгодичной давности. Это был предолимпийский, даже это был олимпийский сезон. Олимпийский сезон, да. И это прям вот этот нерв, он уже бил всех по голове. Прошлый год еще был шлейф после Олимпиады. Было много интриги. Трусова вроде как остается. Валиева. Тарасова с Морозовым остается. Тарасова с Морозовым остается. Валиева с шлейфом юридического разбирательства. И как-то вот это все, и новые обстоятельства, это все действительно задавало такую интригу и тоже создавало нерв. Сейчас, я боюсь, дорогие друзья, мы в этом сезоне с вами попадаем в рутину. Потому что всегда после этих таких двух пиков всегда будет спад, как я люблю, по синусоиде. И вот эта рутина, она чувствовалась. И вот кто с ней сумеет справиться, внутри себя, внутри своих программ, у того будет классный сезон. За исключением пар. Там вообще отступать некуда. Позади Москва, Питер, Пермь. Просто вот биться там всем нужно будет. Битва будет историческая. Вот, это впечатление такое общее. Поехали. Самое главное событие этих прокатов, это, конечно, дело Петра Гуменника. Сначала никто ничего не понял, а как все поняли. Дело Петра Гуменника, ну не дело Петра Гуменника, дело вот этого Евгения Картушина, безызвестного какого-то, который прославился, допадет стыд на головы его. Я, давай, я тебе расскажу, как все. Ну ты отчасти знаешь, но я тебе еще раз расскажу. А мне, я еще раз с интересом послушаю. Нет, и вам, да, дорогие друзья. Там была такая странная ситуация, что после короткой программы, браво, Вероника Данека и Петя, они начали отвечать на вопросы, что действительно, да, вынуждены были вернуться к старой программе, но у них у самих не хватало информации. Почему появилась вот эта история там с депутатом, что это какой-то был депутатский запрос. Это они так поняли. То есть проблема в том, что им никто это письмо вот не дал на руки, не показал. То есть вот просто так издали показали, как бы, и все. Они не видели. И они подумали, что действительно, раз такие рекомендации откуда-то сверху прозвучали, и что такая реакция, ну, наверное, какой-то, ну, на столь любят писать такие вещи. Это депутаты, да, определенные. И они подумали, что это какой-то депутат написал вот такую бумагу, и она вот всех заставила дрожать, скажем так. Поэтому когда вдруг, причем обращаю внимание, дорогие друзья, все журналисты, которые стояли в Мигзоне, они пообещали Веронике Дайнека, как бы, да, это было такое коллегиальное решение, что мы не будем об этом писать, что мы не выдадим это, потому что они нас попросили, чтобы ситуация очень непонятная, не пишите, пожалуйста, мы вам постараемся объяснить. Вот, но мы, типа, до конца всего не знаем, и все сказали, мы не будем писать вот то, что вы нам сказали. Потом вдруг проходит ночь, за эту ночь всплывают обстоятельства, причем они всплывают, так сказать, не по вине журналистов, а, ну, неважно, звучит, появляются данные, что это как у неких Евгений Картушин, который написал вот эту, я не знаю, какая это называется, кляуза? Кляуза, что это такое, да? Ну, хорошо, не будем... Донос. Ну, это не донос, но это вот, понимаешь, как человек сказал, что вот ему это не нравится, это его оскорбляет, да? Ну, кстати, текст мы-то полностью же... Как говорится, мы свечку не держали. И вот тут возникает вопрос. То есть, получается, каждый из нас теперь может написать какое-то письмо, что ему что-то не нравится, какое-то музыкальное сопровождение, главное, заслать его в Министерство спорта и еще куда-то. И на этом основании может быть принято решение, что творческая работа группы людей будет просто выкинута. Вот. Вот для меня это самое непонятное в этой истории, почему вдруг была... Сейчас, дай бог, может быть, как бы развернут. Но у меня просто сразу, когда это произошло, вот еще в первый день, я шел после коротких программ, и у меня мысль, ну, хорошо, ребят, окей, там немецкий язык, там, возможно, да, как сейчас, знаешь, меня это коробит немецкий язык, Рамштайн, у меня ассоциация там, где-то это звуки, там, 41-й, 45-й. Ну, очень много обсуждений было в чатах, и любителей, и в разных, опять же, когда выкладывались уже статьи с догадками, и комментарии под этими статьями. Конечно, да, и там комментарии были в том числе, что это... То есть, до чего мы дошли, что очень большое-большое было количество комментариев, что это в происке конкурентов. То есть, просто убрать яркую программу, которая, знаешь, всем понравилась. Вот в это совсем верить не хочется, я в это не верю. Я верю, скорее, в невротическое восприятие действительности некого товарища, вот, но я не понимаю... И потакание ему всем остальным. Вот, вот мне вот это непонятно. У меня сразу мысль, смотрите, окей, ну, хорошо, короткие программы. У Мишны Голямова была «Одак радости», да, Бетховена. «Одак радости», текст немецкий, написанным Фридриком Шиллером в 1785 году. Тоже немецкая речь. Дальше. «Одак радости», эта музыка Бетховена, является гимном Евросоюза. Ребят, ну, как бы, тогда давайте тоже на этом основании скажем «Евросоюз полностью». Подожди, «Евросоюз полностью». Я просто, ты так сейчас по лезвию ножа ходишь, сейчас кто-нибудь послушает наш подкаст. А мы это обсуждали. Тоже нашла письмо, понимаешь? А у нас уже, да. И уже бояться нужно будет вообще всему. И у нас не только одна программа, две программы слетят уже, понимаешь? Нет. Лидеров сборной, можно так сказать. Нет, тут есть три программы. Тем более. Это Марк Кондратюк. Ну, вот, Марк Кондратюк, получается. Да, да, да. Ну, получается, Гуменник и Мишна Гарева. Ну, да, я про Оду говорю. Кстати, интересная история, да, что две команды взяли Оду к радости, причем у Марка Кондратюка. Ну, разные обработки и разные музыки. Причем у Марка Кондратюка, прямо с немец, с текста, вот прямо вот эта классическая история. Вот. Там, кстати, почитайте, у Фридерфа Шиллера замечательные слова. Это действительно Ода, как сказать, ну, как бы, это по большому счету некий такой предсоциализм. Ну, понятно, он писал в 1785 году идеи французской революции, это все витало. То есть, это братство, единение, христианство, которое дарит эту надежду, и в этом братстве есть надежда. Ну, это так, свободный перевод, да, свободное изложение. Там большое стихотворение. Большая Ода. Вот. Ну, так, понимаешь, это гимн Евросоюза. Почему это они взяли? А Евросоюз вообще поддерживают Украину. Почему они взяли это? И на этом основании, вот ты говоришь, тоже раз-две программы, да? Поэтому мы так можем до многого договориться. Меня расстраивает две вещи. Во-первых, каким образом вся мировая ситуация может касаться спорта, учитывая, что мы сейчас пробиваемся на международные турниры со словами «ребята, спорт объединяет». Давайте возьмемся за руки, покажем пример, да, вот эта вот вся история. А второй момент, то, что, ну, меня еще тогда не было, но очень много писали, и тоже в истории спорта об этом есть, да, что в СССР тогда тоже очень много музыки было, нельзя брать. Ребята, ну, мы что, туда уходим опять? Ну, мы вроде наоборот все открыли, сейчас так много поля для эксперимента, если сейчас запрещать экспериментировать над музыкой, над той, которую хочется, над тем, чем хочется, и как хочется, но мы вот сейчас вот и уходим вот в эту историю, что у нас три Майкла Джексона, три Азнавура, и так далее, и тому подобное. А Майкл Джексон, кстати, я знаю людей, которые как бы не в восторге от... А, давайте еще это обсумевать, давайте еще вот это письмо напишем, давайте не эти письма писать, а в поддержку. Вот, на самом деле, давайте поддержим Петю Гуменика. Да, вот поэтому, поскольку на письма у нас теперь пошла такая острая реакция, что ты напишешь... Мода, мода на письма. Ну, видишь, какая реакция прям. Давайте писать, давайте писать. Мы хотим увидеть короткую программу Гуменика. Почему из-за одного... Причем я-то видела, понимаешь? Я понимаю. Да. И там есть на что смотреть. Почему из-за одного болезненно воспринимающего творчество Рамштайн человека мы лишены возможности посмотреть работу Петя Гуменика? Вот еще важный момент, который мне тоже на этих прокатах показалось важным подчеркнуть. Я видел, как спортсмены хотели представить свою программу. Я просто видел. Некоторые выходили с травмами, не полностью готовыми, но они хотели показать. Вот, например, одна из моих любимых, Ксюша Синицына, пробивает ногой... Ну, мы к этому еще дальше не придем, да? Да, да, пробивает коньком ногу, выходит с шестью, по-моему, дуплями катает. Ну, там один был просто одинарный у Акселя, по-моему, пять дуплей. Она больше ничего не может прыгать. В принципе, там уже, она говорит, мне и замораживали, и там все заклеено, и что только мы уже с ногой не делали. Вот просто на тренировке пробиваю, все, но я хочу... Я обещала вам вчера показать свою новую программу, вот это КСАС, КСАС, КСАС. Я хотела это, поэтому я решила, что я сегодня все равно выйду. И таких было много, как Самарин хотел представить свои программы, свою произвольную программу, да, вот эту новую, как ему было радо. То есть... И вы представляете, и вот тоже Петя Гуменник со своей командой хочет показать этого своего Рамштайна, в котором он чувствует. А ему такие, не... В общем, завершая вот эту историю, я хотела сказать, что для меня это, знаете, не столь обидно, сколько непонятная, как спортсмену, ситуация, да. Я думаю, так как это случилось прям близко-близко к прокатам, и просто за два дня, я так понимаю, не успели вот эти все моменты выяснить и добиться, я думаю, очень надеюсь, искренне верю в это, что мы разберемся в этой истории, ну, как мы, тренеры, спортсмен, да, они, звучат чьей-нибудь поддержкой, опять же, я уверен, что если не мы с тобой, то кто-нибудь обязательно это письмо напишет, куда надо, да, открытое письмо, поддержим, хотим увидеть, да, и таким образом поддержим Петю. Но я так понимаю, что финалем-то мы другой истории. Да, 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 но я просто хочу сказать ту информацию, которую, я не знаю, она не успела следить, была, не была, но Петя так, в общем, мы обсуждали тоже уже послепроизвольные программы, все стояли уже, остановились, и Вероника, и Петр, они остановились, послепроизвольные, как бы снова мусолили эту тему, они объясняли, да, там вот эту ситуацию, что про депутатов неправильно было ими понято, потом у них появилось больше информации, и они тоже сейчас ищут возможности, потому что есть каверы, то есть это не Тиль поет, да, там, а есть другие группы, которые тоже исполняют эту композицию, и, кстати, на форумах уже знатоки музыки это все обсудили, тоже написали, они это тоже знают, и сейчас они будут думать, что они будут делать, возможно, я очень надеюсь, что все-таки выход будет найден, и они вернутся, вообще, получается, у этой истории, ты правильно говоришь, есть два пласта, первый пласт, это который касается Пети, Гуменника, а второй пласт, это под названием реакция на все это, которая какая была, и вот теперь, да, друзья, я хотел бы все-таки, я понимаю, что вы, наверное, это читали все в текстовом варианте, но я бы хотел, чтобы вы все-таки услышали это, как звучало изначально, это выход в мигзону Матвея Бетлугина, который вышел после произведения, сказал, а вот сегодня мне есть, что вам сказать, и это действительно достойное уважения, гражданская позиция, умного, думающего, ответственного перед всеми и собой человека, так, сейчас мы это дело, у нас, это вообще ситуация бред, на самом деле, знаете, Петя в разделке нам сказал, что это программа, которая у него была поставлена, она нравилась и федерации, и судям, и первому каналу и отменять ее и заменять на другую только по доносу какого-то депутата но это еще была старая информация он работал вместе с тренерским штабом над этой программой несколько месяцев этой постановкой отработка титанические усилия я просто если мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах если это в действительности происходит это разумеется чрезвычайно плохо но чем эта ситуация отличается от таких случаев у искусства нету национальности и поэтому я не уверен в том что произойдет завтра если чувство какого-то депутата ущемятся из-за песни пусть всегда будет небо всегда будет солнце то что на мой подряд и теперь нельзя будет кататься если подытожить я поддерживаю петь его штаб надеюсь что эта ситуация разрешится браво и дать дослушаем что хочет это делать зачем запрещать там видишь здесь именно угрозу в целом спорту и не только спорта я не готов ответить такой вопрос это уже такая прям масштабная проблема угроза существования спорта выбора композиции в частности конкретно для программ фигурного катания интересный момент видишь не вижу но считаю что я должен был что-то по этому поводу произнести потому что если со мной такая ситуация случится я хочу чтобы нашелся человек который заступится тоже а не будет считать что пока к нему не пришли то все можно на все закрывать глаза матвей почему-то сегодня единственное которое сказал да все остальные говорили что потому что я хочу чтобы если со мной произойдет следующим гостям приглашаем вид луги на яшка на студию вот я хотел чтобы до конца дослушали потому что это очень правильно что если кажется все будет отмалчиваться то есть какой-то чтобы ждать когда за ним придут типа меня обойдет но если вот так вот реагировать на каждое письмо и закричать программы все я думаю что вот я кстати вот это абсолютно было созвучно с моими мыслями что если мы сейчас говорим что там идет отмена русской культуры зачем мы уподобляемся это мы должны быть выше этого мы должны быть достойнее наших идеалов и наших принципов мы должны их отстаивать наши принципы свободнее чем принципы запады западной европы сейчас а мы начинаем вот это устраивать и у нас советику будем надеяться что это ситуация в лучшую сторону все-таки разовьется и закончится вот мы поддерживаем петь и гуменика мы я буду очень рада увидеть эту программу на соревнованиях будем надеяться пошли дальше да все вот такая яркая я так понимаю к семененко давай давай вот значит и ждала да я всегда жду на прокатах чем мне вообще интересны прокаты это такой вот первый мазок в сезоне художника в виде спортсменов да и вот ты уже понимаешь примерно состоится гениальная картина которая в золотой фонд попадет или нет и и вот клоун деклаун леклаун я не знаю французского языка вот простите меня потенциально у меня войдет короткая программа короткая программа жени семененко честно я конечно больше ждала произвольно но мы сейчас ее тоже обсудим так скатать эту программу да вот идея которая заложена постановщику и спасибо низкий поклон никита михайлова лично от меня вот мог ну как по мне только жени семененко и возможно как раз таки ветлугин да потому что они владеют вот этой историей да как они с самого начала могут могут играть лицом и они могут прожить эту историю я не говорю что там допустим не мог это бы сделать кондратюк он просто по по-другому это сделал он бы возможно тоже сделал это возможно было бы на самом деле стиль марка вырисовывается это другой стиль чуть-чуть да вот и вот эта вот история и очень классно что что в прошлом году обе программы мне очень нравились у семененко а ему не так просто подобрать классика прям такая классическая версия классики вот прям масло масляны да которые нас любят иногда катать вот было бы скучно и они ищут вот эти вот пути интересности я бы так назвала и у них это получается я очень ждала произвольную музыка которую они выбрали это одна из моих любимых композиций она очень сильная она одна из тех вещей который звучит на льду не вся музыка будет звучать на льду это порой очень расстраивает вот я знаю что она звучит я когда-то время тоже под нее каталась и мне она очень нравилась она прям ложилась под нее хочется кататься то что постановщик бенуаришо я прям очень хотел увидеть этот тандем именно жене семен я прям представляла как это будет гениально и меня не разочаровали честно я не знаю в чем причина тебя они разочаровали они как до совокупности вот то что я ждала от дженни семененко и как постановщика союза творческого да 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 но смотрите опять же да я не знаю как там обстоят дела возможно задача немножко другая сейчас на прокатах уже не стояла да там как-то но руки бенуа я в этой программе не нашла от слова совсем короче никита михайлов перепоставил но переплюнул вообще короче асмирон шоу по постановке вот я говорю возможно да мы не знаем была постановка одна потом она как-то часто же немножко менялась к сезону да и они как бы выбросили какие-то вещи возможно не легло но я так ждала и вот меня к сожалению вот эта история разочаровала я не говорю что кстати программа то плохая интересно посмотреть и жене в какой форме какой он сейчас форме просто вот выпускай и на международный старт и сейчас уже на это атом классик и пусть он с малининым там дерется и грызется и вполне было там составил бы ему конкуренцию вот но опять же короткая на данный момент мне больше нравится чем произвольная ну вот нет ну вообще короткая программа давай уж мы раз мы зашли так мы не все будем но вот просто к тому что когда бывают постановки это классная история когда мишина голяма вышли после грез любви рассказали как вообще шла работа на программе назвали кучу постановщиков на каждом этапе я думаю ну кто следит многие читали анжели крылова изначально подставила потом дальше с минчуком и тамара николаевна москвиной как они сказали с бигбоссом начали что-то менять потом на одну хореографию пришел один балетный специалист на другую хореографию другой балетный специалист а вот специалистка там на самом деле да мне просто не был кто хочет может найти ну то есть вот это здорово когда они выходят и рассказывают как поступенчато рождалась эта программа возможно что мы не знаем этому надо уже жене разговаривать он про это не рассказывал действительно что там осталось от бенуаришо насколько замысел но конечно короткая прекрасно это действительно выдающийся на самом деле нужно учитывать тут многие как там кстати выходили самарин когда вышел после произвольное сказал что технику оценивать сейчас бессмысленно это вот такой лейтмотив к контрольных прокатов это была именно презентация того что сделано в качестве выбора идеи выбора музыки выбора стиля соединение это всего воедино постановочный процесс и вот это главное что нужно обсуждать на контрольных прокат это правда потому что тоже хочется отметить что по идее только через месяц там или через сколько стартует этапы гран-при первые ну не ну пораньше конечно все равно и собственно а чё всем готовится если кто-то берет там пятый или что этап ну зачем 2 3 начинает это 2 месяца еще люди да да давайте пробежимся значит там мне очень хочу коротко марка кондротюка отметить вот прям где-то в ровень я бы произвольно отметил я сейчас тебе скажу во первых чумовой костюм то есть короткой да я сейчас про короткую говорю катана перекатана уже до испания тореадоры и так далее то подобно это классические лампасы золотые вот это вот все там да я не знаю цвета только мог меняться черный золотой черный красный красный черный золотой до красный короткий короткий пиджак назовем так я не помню естественно как то называется специально торадоров и вот это вот кровяное пятно и потом в конце на акцент там сожалению не заиграла эта тряпочка как она должна была за играть и да но тем не менее вот это вот фишки вот эти вот классный на эффект вот такой и как он катался и какой был финал вот такого хочу марка видеть на протяжении всего сезона его чтобы он так вот эту энергетику додержал естественно тоже очень классно отката на короткая программа несмотря на то что на каскаде нам показали прекрасную светлану соколовскую они то что он сделал 42 потому что никто из тех кто смотрел эфир не поняли что за каскад в итоге был вот сожалению и классно откатал произвольное мне понравилось я не говорю что мне понравилось понимаешь но мне нравится у марка вот тоже все-таки его художественный вкус он это так и должно быть он ярко выражается в его постановках выборе костюма ты посмотри если внимательно проследить как мне кажется все костюмы марка там не стильного не было и вот это вся его пестрота про прошлогодние ну стильные это да на мой взгляд и здесь вот у меня тоже просто я же как всегда записываю свои впечатления от проката и у меня на марке написано в короткой программе у меня здесь открыто стильный стильное катание стильная стильная программа это это на короткую программу и вот прям как ода к радости выходят мишна голямов в черном как вообще насти этот черный цвет идет и как они это смотрятся цельно я понимаю что это некая отсылка там великим советским парам которые выходили некоторые да так выглядели неважно они выглядят как они должны были бы выглядеть но марк вот с этой вот звездой понимаешь вот это вот звезда по имени солнце как угодно назовите то это я дарю вам свет на самом деле это он и делал движение он делал движение да и на самом деле это как раз если прочитать шиллера это как раз в общем кто кто эмоции которые кто идея которая заложена у фридриха шиллера это как раз и близко и поэтому для меня это действительно программа которая совпадает с музыкой бетховена с мощнейшей с текстом который звучит с посылом человечеству это как обращение к человечеству да если я просто к чему знаешь вот здесь мне немножко не хватило опять же может сезоне я это увижу начало и ты с придыханием смотришь 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 и вот хочется чтобы вот эти вот якоря музыки держали стиля да точно еще были расставлены мне их не хватило и мне казалось что он где-то просто катается да и в и прыгает и вот теперь давай тогда про фигурист у которого все якоря были расставлены в короткой в произвольной совпадут совпадет это матвей ветлуги значит во первых тенденция этого сезона опять возвращаемся к бенуаре шо что мода который но да еще раз мы в кулуарах это обсуждали я не помню кто был первым но я доверяю своей коллеги елене выцеховской и ты доверяешь она сказала что все-таки гаджи господи из гаджи да 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 они делали расстав синицын ставил это было раньше нежели у дениса тена артист да то есть вот меня по годам я вот сейчас просто они не выстрелили потому что они были здесь там где-то в конце да 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 один из тена уже один из тен сделал 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 своего артиста этого на пике своей карьеры и это запомнилось то есть двухчастёвые программы синицын был первым потом денис тен второй значит в прошлом году но как то как это выстрелило уришо в прошлом году это сто процентов прям это и меня вот это вот покоробило немножко насколько было ярко вот в прошлом году ну чё вы пытаетесь то повторить это но она меня немножко а мне понравилось также как с изнавуром потому что еще не остыло золото олимпиады у чена да и и ну ладно хорошо в парах нет претензий до пара одиночные немножко раз но не почему тенденция еще берет просто чуть ли не тут же нарезку и в черно-белом костюме катается ребят ну серьезно либо вы чена перекатываете либо ты про лутфулина да я закрыла эту тему это просто мое больно больное место с музыкой в этом сезоне так вот тенденция у нас получается мозолёв делает двухчастёвую программу поняли да то есть там смысл в чем там он катается у него значит здесь книга под шангел там вот он да 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 потом рассказывал да потом он эту книгу закрывает и выходит на произвольную том 2 том 2 я честно говоря думал что он выйдет и снова ее откроет я тоже думал что что-то еще это сыграет да о нет это причем два раза костюм он тогда да 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 ну все читали вот все кто шутили по этому поводу что если один забыл можно всегда одним отделаться если вторую костюм забыл да 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 главное не забыть костюм произвольной программы взять короткую где все-таки открывается закрывается вот ну и конечно история ветлугина мне что он нравится у решу можно сейчас быстренько я вот тебя перебью просто пока мы не ушли далеко от мазалева да вот если бы не костюм и он бы об этом не сказал а просто в черном откатал я бы вообще не поняла честно катался хорошо красиво как он умеет да но не доделано это именно поэтому не понято и именно поэтому мы отмечаем ветлугина да где лаконичная простота и лаконичность хореографии рассказывают эту историю но я думаю что я не повторяю да там получается муж и муж и же нет начало начало с короткой танго он знакомится только с ним мужчина и женщина знакомства до любовь роман страйс там разрыв там все потом начинаются внутренние вот эти проблемы ссоры это уже произвольный нет 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 это все короткое ссоры и это ссора выходит да да он заканчивается короткой он поднимает на замахист на нее ножом и поэтому дальше он выходит на произвольную вот от этого движения нож поднят как бы и вдруг он он ее роняет понимает что он делает и дальше начинается вот эта внутренняя рефлексия как бы где же те чувства которые во мне были а можно начать все сначала это извините я прямо там выписал себе я себе прям папах по по жестам выписывал да не ну там очень ярко да что и сожалеет и просит прощения и делает предложение и ребенок и в конце он и ее и ребенка берет за руку ну то есть и поклон еще делает вместе с ними класс и для меня сейчас это конечно человек который своим артистическим потенциалом перекатывает очень и очень многих вопрос только его технического потенциала миша тоже об этом говорил в интервью как научить не как научить а как что делал данным с прыжками матвея но ведь матвей показал в произвольной программе что он может прыгать четверной риттбергер да четверной тулуп не получился но заявка тройной лут с двойной тулуп тройной риттбергер он заходит и все таки делает по моему тройной риттбергер если они там да 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 он зашел и сделать мир и после этого проката который это прокат был и он обрати внимание прокат в борьбе пока то в борьбе ах у меня не получился каскад я сейчас его добью до добивать и при этом вот это вот не теряется абсолютно вот это очень классно что не теряется он какие бы по марке не были он все остальное доигрывает еще из мальчиков хотела бы отметить я думаю мы завершим на этом мальчиков саша самарина знаешь чё извините я уже бобров соловью катались когда-то да значит что мне понравилось больше всего и в короткой и в произвольный он такой мощный да пока за спрыжки не супер стабильно но скалом яблочко докатал яблочко чем сложно катать нету там медленная часть раскатываешься потом уже когда все прыжки и вращения пошли ты берешь эту финальную дорожку на разрыв аорты там самого начала такой темп и он его додержал еще добил просто в конце всех этим яблочком я бы стал я я около телевизора я не знаю как был на стадионе но мне около телевизора хотелось скачать понимаешь и хлопать это же самое у нас саша он тоже такой наш не все ему подойдет по катанию и они находят интересные вещи и ну помимо яблочко понятно что тоже уже такая не оригинальная вещь но вот это вот произвольные его очень оригинальные по замыслу но как же ему подходит и знаешь я не знаю опять же меня с никитой михайловым ставили да 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 поклонники опустят за это или нет но я только в плюс это говорю когда он начал катать эту программу я сразу вспомнила кевина вендер перрена вот такой он не супер знаменитый был бельгийский фигурист джамп машин да прыгающий он счет все прыгал он прыгал три с половиной вот он как-то все прыгал но он высокие места не занимал но он тоже такой спортсмен атлет был что ему не все программы шли и он каким-то образом каждый раз находил интересные вариации для себя вот этот экзит который у него было он еще помню потом возвращал эту программу так как разный был и вот здесь вот такая же история там два варианта который мощный мне кажется он произвольный и как это перекручивал просто прыжки если честно но понимаешь там все равно там есть и юмор и харизма и харизма и медленная часть и вот это вот история в конце как бы там уже что-то в космосе он нам пытался нам объяснять объяснил пытался он объяснял в микзоне я тут не все успел записать просто-напросто то есть получается он говорит вот это крэйзи фрок начинается а потом ты не крэйзи фрок ну не а что это но это оригинальная версия там и крэйзи фрок это же переписано он тоже про это сказал я говорю подтвердили когда по моему троньков у него спрашивает и крэйзи фрок и он как бы сказал ребята нет но все это знают именно к сожалению понятно да это более популярные нет ассоциации в данном случае он там снимает как бы шлем он говорит да и то есть и там вот эта средняя часть это был как бы я пытался так добавить больше человечности в этом показать но для меня главное то что я человек который когда-то очень давно когда самарин вышел на международную арену комментировала и очень сильно раскритиковал и даже на меня самарин обиделся я знаю это было очень давно но для меня всегда самарин это был человек все-таки как ты говоришь больше технарь мощь прыжки оказывается ты чек все может и оказывается вот если во первых надо раскрепоститься попасть вот в эту свою тему попасть свою струю и это так здорово смотрелось и то и другое просто самарин браво да так про мальчиков завершаем алиев русская тема в короткой программе заезженная тема в произвольный но при этом он прекрасно красиво катается осталось вернуть форму финала гран-при но опять же где там финал еще там да и чемпионат россии поэтому есть время гуменика не обсуждаем потому что мне кажется что и свой максимум пете не мог показать но расстроился произвольное еще будет она будет играть и нужно еще накатывать стерлась стерлась из-за вот этого совершенно непонятного скандала вот 17 17 идем дальше так да у нас тайминг на меня тайминг да ну что мои любимые танцы давай ой я не представляю давай каратенечка там не о чем разговаривать не ну понимаешь тоже от нас все ждут мы пропустили межсезонье а там такая друзья мы еще танцы горят все межсезонье мы обсудим через неделю да хорошо давайте да ну да 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 мы анонсируем что следующий подкасте мы как раз обсудим все что предшествует контрольным прокатом все вот эти вот мы очень хотим сделать на следующей неделе прямой эфир с вами но не обещали писали да комментарий но честно не обещаем но сделаем максимум для этого возможного если даже прямого эфира не будем мы обязательно обсудим пишите в комментариях что нам обсудить из межсезонья оно было очень очень яркими скандалами триггами расследования как я уже говорила вот танцы на льду а о я очень рада возвращение степанова с букиным очень вот я как говорила тогда что я буду ребят поддерживать стараться что войну там да там как это писать им звонить ребята где вы на тренировке должны быть условно понять что не от меня это все зависело но честно я безумно горела идея чтобы они вернулись и они вернулись и слава богу честно значит что я готова сказать ну а первых саш в прекрасной форме честно браво молодая мама вот так быстро перейти форму то что я знаю саша очень много с ней саша жулина очень много с ней работал до над техникой я это увидела наверное еще не так ярко как бы хотелось но условно и вика синицына не сразу подобралась не к никите я по технике говорю что саша умеет это делать когда девочка пашет и она еще и перегоняет потом мальчика по технике по тазу вот это все на это наш технический момент это как танцор просто говорю для тех кто тоже в этом разбирается и увидел уже эту тенденцию к улучшению просто так говоришь как будто до этого у степановой были прям серьезные проблемы с техникой просто возврат после рода до вас да ну мы понимаем сейчас есть вот этот пинок который еще сильнее и сделает да да окей но я с тобой согласен что вот сейчас по контрольным прокатом по ощущению конечно ваня и и перекатывать но ваня не рожал давай уж прямо скажем да как бы до ваня рожал чуть раньше вот значит смотрите я в общем скажу про степанову с букиным я просто не знаешь чего начать смотрите как по мне ритм танец я считаю что тема 80 ярчайшая и у нас вообще практически никто ну помимо ритм танца у нас всегда темы 80 никогда не было да если кто-то мог брать брать в произвольный то редкая пара какая возьмет такую тему и практически их не было то есть условно бери чё хочешь музыки заезженной нет да единственный момент как там можно совпасть с кем-то другим вот потому что таких прям популярных ярких не особо много наперечет майкл джексона берет сколько можно это ну подожди хорошо лан по мне вообще считаю что если исходить из логики евгения картушина да не к ночи он будет помянут а почему у нас тема восьмидесятых решена только в ритмах зарубежной эстрады не подождите а где музыка на это раз где юрий антонов понимаешь а где леонтьев мой дельта план понимаешь а извините меня наутилус помпилиус мы будем жить с тобой в маленькой хижине это самбо между прочим я не ошибаюсь по темпу по темпу это по моему самбо но это латины нет 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 не важно это тоже можно было восьмидесятые ребята почему только джексон квинн и слава богу к шевченко с тяжело вам затесалась тина терна в общем подожди по музыке у меня это больная тема 80 что такое 80 ну что это такой диско окей мадонны нету наш тоже блисталась мне сейчас появится да 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 как мадонна оба rockset rockset ой мы сейчас только хорошо все подожди степана вас букин не отвлекайся там потом еще пройдемся подожди будет над знаком дальше группу scorpions подожди хорошо вот мне в короткой относительно в произвольной то есть короткая такая я ритм танец просить такой такой яркий да танец и все равно ты знаешь что примерно 80 процентов фигуристов танцоров будет брать какие-то ну для сопли в произвольной программе и если у вас такая яркая яркий яркая ритм тема ну прям рвите на себя рубашку придумывайте какие-то фишки я не знаю это сейчас степану букину я вообще ко всем если честно и вот мне очень не хватило причем они же на самом деле прикольную историю взяли don't worry be happy можно было там как-то так разницу тебе не хватило резно подожди хорошо а ты прям увидел в этом я с тобой я просто уточняю я к тому же я так это мне не рады ксин бобру мне чуть-чуть не хватило до чтобы вот где-то опять же вот эти вот ну как я называю якоря стояли нашим не хочется вы знаешь смотреть хочется и сделать так прикольно вот нет я просто смотрю и сижу и думаю а вот это silver самбо пошла так вот здесь остановка значит сейчас будет паршал степ секвенс непонятно не ну нет почему понятно нет нет понятный вот ну как бы вот чуть-чуть потом тоже и вроде классные can touch the stud и хочется вместе с ними и вроде они что-то начали и все вот них и ну чуть-чуть относительно произвольный вот произвольная вот этот тот вариант саши жулина которая была поставлена степану из букиным и я рада что именно в этом сезоне в первом сезоне да такая вот произвольная она очень классная потому что она не мешает мне наслаждаться прекрасным катанием ребят я просто упал вот вот опять же наслаждаюсь вот смотрю и мне в кайф да нету новых там супер поддержек да каких-то опять же фишек элементов но мне это не мешает наслаждаться в произвольной согласен ну и там все-таки есть вот эта фишка где вот вот это аналог вот эти вот да не вот она он держит ложится как бы в горизонте да и костюмы как они выглядят их катание программа и тема костюма все гармонично костюму постельный пастель не постель а пастель пастельной нежности вот вот и мне так хочется чтобы вот это произвольно оставалось такой вот произвольный а в ритме все-таки было больше вот короче я тебе сейчас отвечу на твой вопрос они все выходили это все проблема из-за того что по большому счету все не понимают что такое тема восьмидесятые годы вот реально они знаешь как все поняли вот говорили примерно одно и то же чуть-чуть разными словами восьмидесятые это нужно погайфовать радостно покататься радостно потанцевать диска почему-то да почему-то вот ты понимаешь вот как бы поэтому джексон почему-то queen ну не почему-то queen и как бы кто там еще был то у нас и тина тюрна сэм браун нас две были бэл браун да но но понимаешь как и вот поскольку вот нет более глубокого понимания этих восьмидесятых и как бы на то получается придумать какие-то фишки придумать да и как-то это сделать а это по большому счету для почему мне понравилось и ритм то понравился ритм танец степанова и букина потому что ваня там был красавец когда он встал и вот этот в начале пляж вот это вот я говорю первые десять секунд я смотрела я прям думаю но сейчас сейчас будет да вот вот там вот вот это вот настроение типа и он это передал классно и вот думаешь и сейчас вот это три минуты вот этого ощущения будет согласен там она чуточку идет по нисходящей но это контрольный прокат да вообще я думаю что они еще будут насыщать и насыщать программу поэтому меня здесь вопросов просто нет значит худобердиева базин мне очень понравились как они выглядят ну не считая рубашки егора в ритм танцы но там видимо просто какая-то тема рубашек группе вот я как не могла смириться с никитиной рубашкой но это вкусовщина наш чисто мое мнение и как бы никто может естественно вообще меня не слушать в этом плане вот естественно я не скажу что я поняла какую-то тему произвольный что именно они катают но катают красиво главное чисто и вот и судя по всему им нравится то что они делают мне очень мне понравилось мне вообще не понравились поскольку я у меня еще был вот этот второй пласт когда ты с ними общаешься ты видишь как они отвечают на вопросы журналистов ты видишь как они реагируют даже некоторые многие танцевальные пары реагировали вот так вот в данном случае оставляли на льду просто ничего не не оставляли там было пучу оставлять не буду называть фамилии но некоторые мне очень понравились по виде именно в общении с журналистами и бердива с базе нам пока я не ушла от ритма далеко вот они мне больше всего показались гармоничными во всем то есть костюме в программе вот вообще вот ты знаешь знаешь гармонично ты знаешь они также выглядели и за пределами льда спокойные уверенные где это расслабленные то есть вот тот пресс того сезона вот тех проблем такое ощущение что он остался в прошлом это очень круто потому что действительно как они выходили как общались как егор там пытался значит вступать в диалог с журналистами как лиза отвечала спокойно на вопросы как они обо всем спокойно могли говорить на любой вопрос ответить то есть это действительно было очень здорово и вот две пары вот именно по своему поведению потом по своему ощущению это степан аубукин и худеберд и базин просто выделялись произвольный танец они сами сказали что они это это вызов потому что 3.30 все время в рост в рост в рост в рост в рост так кататься невозможно и все в группе тренеры году так невозможно из 4 минут 3.30 кататься все время значит как как болеро практически мы попробуем это сделать это вызов для нас мне очень понравился егор который там как я на себе написал начал выдавать сезерона в первой в первой половине произвольного танца ну помнишь он нам говорил же тогда еще тогда говорил по запросам сезоне что говорит моя задача больше пластики корпус и действительно он начинает вот это дело в прошлом году уже начинал сейчас продолжил и поэтому вот этой больше пластики больше какого-то там такой мужской начала он проявляется вот этих движениях мне прям вот ну вот мне будет интересно смотреть я согласна с этим абсолютно закончили станции смотри я быстренько сейчас что хочу отметить леонтьев горелки на произвольная программа у меня тоже самое леонтьев горел но честно для меня это самая интересная постановка во всех танцах на льду до обспотыкались да еще не накатали она очень тяжело очень хотели широко кататься причем первая половина одна треть первой вот еще удалось но но за ними так интересно наблюдать в том плане а что будет дальше тема оригинальная причем я сразу поняла что она но злую королеву играет они велоснежку как бы да не знаю почему спрашивали вопрос а ты белоснежка ну ладно хорошо вот я очень желаю им успеха короткую ритм танец честно вот прям не отметила ничего себе единственное у меня вот здесь стоит сейчас мне тоже по шапке прилетит 2 степанова вот она катает ритм танец хвостиком с худыми вот этими длиннющими ногами и костюмом я с тобой не соглашусь и думаю степанова в молодости я еще в прошлом году тебе это говорила ну вот я я тебе говорю что вот я написала на произвольном не опять с плюсом стоит вот из новых таких более так скажем подающие надежды новоиспеченных пар морозов еременко и хавронина нарижный мне показались более накатанными на данный момент пока что хавронина нарижный именно знаешь вот такие моменты которые замечают так скажем профессионал до выхода из поддержек чуть почище до где-то прям видно вот на доли секунды морозов еременко не совпадают начале бега ну какие-то вот такие вот маленькие моменты вот вот просто именно по чистоте убейте меня я не поняла причем с белый халат и розовая повязка к майклу джексону я большая поклонница майклу джексон а белый халат а чё там они что-то сказать ой расскажи мне так они сказали им задали вопрос они сказали нет они сказали кстати они сказали мы не хотели вот обычного я не знаю это не белый халат это господи как называется может это его перчатка была нет да не объяснили они не там никакой идеи они сказали мы не хотели бы как всегда майкл джексон вот это золото все мы хотели лаконичности строгости поэтому я в белом он в черном я спросил а почему без одной почему ага куда-то чё второй рукав не оторвали да если вот один оторванный это в чем замысел на что на режим сказал меня так не могу не обаятельно получается пока мы так решили ладно окей это платье пиджак мне объяснили ради бога платье пиджак был у канадского дуэта которые катались под майкла джексона кейтлин вивер и эндрю поджи это было очень стильно и очень круто пусть они посмотрят на всякий согласен по мне это просто пиджак у кого хорониной хорошо ладно для меня халат но у меня произвольно опять с плюсом очень они очень прочувствовали то что она потом плакала в конце я прекрасно понимаю по какой-то причине то что она прям сильно вжилась в эту роль но не важно но мне очень понравилась их произвольная программа это произвольно под музыку валива и прошлого сезона как скажешь значит у аннабель морозов и игорь еминка я отметила произвольную программу тоже неплохая но пока не накатана я прям вижу сырость еще но постановка морозова видна там его рука видна и вот это то что непонятно но очень интересно мне понравилось танцы конечно я понимаю танцы не заслуживаю слава богу но я поехали дальше да поехали дальше я леонтьева горелкин тоже отметил и ребята объяснили было два варианта было два варианта музыки был вариант полиричные но мы выбрали это мы хотим другими это был вызов то есть вот для нас белоснежка белоснежка который не белоснежка вот кто следующий девочки а девочки да вот это конечно мы настолько привыкли но на самом деле это тоже нельзя этого цитата самарина про технику сейчас не надо разговаривать это контрольные прокаты да и да конечно все ждали вот все только стояли у нас миг зоне там ну что будут сегодня четверные или нет когда были на произвольном уголь ну да только жилины петросян могут попробовать они попробовали попробовали да давай про программы самое яркое для себя выделяем значит короткая программа коли камилы вали его 5 плюсом у меня написано это блюз блюз в красном платье и она раскрепощенная вообще мне наш честно я не ждала ничего от вали в этом сезоне в плане я очень рада что она выходит сезон и я буду ждать ее соперничестве она сможет его навязать мне кажется учитывая как сейчас все готовы без четверных условно но опять же миш она одна из немногих которые без четверных и без три с половиной но сейчас показала что она как бы в обоими друзья это очень круто значит смотри не про форму да мы с тобой решили мне очень понравилось короткая я к тому что я не ожидала ее знаешь ничего я думал что ничего нового не будет ну либо что-то вот похоже лиричная но там и вот две программы это прям было очень интересно для меня вот короткая мне понравилось чуть больше чем произвольно произвольно просто видно было что в какой-то момент и просто отрезал там она очень устала и пыталась уже просто на мастерстве выехать финал когда накатается программы я думаю что будет более интересно но здесь тоже у меня вопрос возник я думаю что костюм можно было доработать потому черное платье смотри я тебе объясню доработать не то что о боже выкиньте из сожгите черная пантера в фильмах вообще дал марвел а что отдельный фильм что в неважно я пилирую я не смотрю а вот а зря там фильмы черная пантера они очень стильные и там они какие-то награды за костюмы получали и это было видно потому что ну прям там что не костюм фильме там просто вообще класс прям вот хочет сразу все сделать или шить или купить такое же платье наряд костюм и так далее и там ну ребят выбирайте все что хотите делайте вверх да они постарались это все повторить надо было немножко доработать снизу на черные колготки друзья я терпи я поняла с определенного момента что я терпеть не могу черной колготки в фигурном катании вообще в фигурном катании вообще в фигурном катании нет вообще фигурном катании тессе вольвер че простительно вот нет тоже тогда не особо да просто во первых но я считаю что сейчас обсуждать валиеву просто бессмысленно потому что как вот мы я прям сошлюсь да на массовой цеховской обсуждали и она сказала как как олимпийская чемпионка как спортсменка что извините но форма спортсмена прокаченность тела и готовность тела к соревнованиям это обсуждение этого состояния тела это часть профессионального подхода в спорте то есть мы извините меня не там ну не какие-то бантики фонарики рюшечки обсуждаем в спорте форма спортивная функциональная форма это часть профессиональная работа и часть профессиональности да тут как бы с ней естественно не поспоришь но с другой стороны почему я считаю что сейчас что-то говорить о валиевой во-первых бессмысленно во вторых отчасти не этично потому что но не первый этап там измените там через полтора месяца вот когда она вот когда будет первый этап вот тогда и можно будет что-то говорить сейчас за полтора месяца до соревнования извините меня давай сейчас боксеру с борцом скажем в каком-то состоянии за полтора месяца до боя угады я вообще не готов я извините меня вешу на четыре кило больше да я когда к бою подойду я четыре с половиной сгоню совершенно спокойно а некоторые люди измените меня потом по 6 кило в борьбе в боксе имеют там за месяц до но за полтора месяца поэтому тут как бы сейчас вообще бессмысленно говорить поэтому валиева понятно со своим дарованием своим потенциалом но пока программа короткая мне тоже понравилось в блюз к пантере накатает ну если у меня интересно накатает я просто я ничего не говорю потому что я в принципе от всех этих супергероев от всей этой вселенной супергероев я не тащусь не смотрю для меня это такая чуждая часть мирового искусства не надо вот сейчас вот это хорошо хорошо так значит да хорошо в лизу быстро ну произвольно нет смысла обсуждать она старая с пятью сейчас она проехала шестью с пятью до акселями нет что-то там был там флип какой-то она прыгнул дело не в этом старый произвольный прекрасный я все равно очень рада что она ее оставила значит короткая ты знаешь это вот она извини да да чем она сделала же тройную луц она сделал тройной флип тройную луц хорошо прекрасно короткая программа мне очень понравилась короткая программа она еще ее будет дорабатывать но это та версия знаешь программы когда ты хочешь смотреть ее от соревнований к соревнований и будешь находить мне еще что-то новое она еще что-то новое будет каждый раз на каждом прокате добавлять честно и не смутил меня выбор музыки вообще нисколько потому что редко у нас берут ребята у нас внутренний сезон но я не понимаю сколько можно кататься под джексонов но при этом простите меня ради бога все я не уверена в выборе музыки у олива почему это мое мнение вот вот я не ну надо пробовать но не надо пробовать я ничего не говорю это замечать слова почему не да просто так там уж его это слова вот я реально наш зал замер по концу первой минуты я почувствую специальном зале смотрел я пошел смотреть девочки короткую программу зал а не по телевизору и прямо на токтамышевской короткой зал замер и просто она держалась со второй минуты она вот просто держал весь зал потому что держит этот вокал эти слова лиза это все соединяется этому как когда это соединяется это классно действительно очень много спорили про костюм мне нравится идея мне не нравится реализация но я думаю там будут они менять не будут это уже их как бы история но знаешь не надо да говорит там плохо неплохо как ужасно если дело дело не только в костюме да да костюме так дальше жилина секунду просто скажу что про программы даже ничего не буду говорить ты говоришь про четверные она должна была это делать чтобы заявить о себе и что она может и бойтесь не очень она смогла это на прокатах но мы по крайней мере знаем что это одна из вот этих новеньких юниорок вышедшие в мастера первый сезон которые будут с помощью своей ультра си бороться давай вообще про плющенковских и жилина и муравьева вот как каково я для себя эту и ту соня муравьева да 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 у меня вот сразу хорошего уровня очень хорошего уровня крепкие постановки на мой взгляд понятно что там будет на ультра си на стабильность будет упор как бы это это серьезные соперницы тем более что окать его после травмы окать его произвольно даже не катала что будет соней непонятно там как бы вообще посмотрим по сезону пожелаем ей восстановление побыстрее травма все-таки я честно никак не буду комментировать программы опять же жилиный но я софе муравьева отметила вот что неплохо работают над программами видно какая именно работа и именно над программой она сейчас не совсем форме как мы опять же привыкли видеть софию уверен что она это добьется мы но не видели опять же 0 не ультра си и она из обычных тройных там немножко валилась но программы я не говорю что это эти программы войдут какой-то золотой фонд опять же у меня но на нее приятно смотреть эстетично приятно интересно давай время и уходит горбачева сто процентов должна быть в борьбе при наличии четверных сальховов это лупа это лупа мне ход королевы ну как бы мне понравилось все понятно там все понятно поставлено очень сильно красиво значит восток восток тоже восток вот это который она в таком в таком непонятного цвета зелено каком-то переливающимся платье прям очень интересно смотрится и конечно я бы выделил ксюшу синицыну обе программа обе программа вообще прям и сающе best of the best of the как она хотел и она и она ну я прям говорю соль но вы все-таки да все равно в своем стиле уготем завтра обещаю будет другой стиль и она несмотря на эту на это пробитие ноги коньком вышла и это другой стиль показала я бы не назвала короткой ее и того же стиля если честно классика но она другая немножко для меня классика была у меня вопрос что там все равно вот эти ее руки мишка как бы уже есть наработанные руки наработанные жесты чуть-чуть они начинают вылезать в испании вот в этом вот она говорит я бы фламенко все-таки больше нет это кубинская танго вот касс кс с кс кс может ориентироваться на кубинское танго чуть-чуть вот эти руки которые привычные и руки мягкие такие да играющие Все-таки они не совсем для этой истории, но это вопрос работы. Петросян, Джексон... Я вообще, честно, простите меня, не считаю, что таким молодым девочкам нужно как-то ставить Джексон. Это очень сложная для раскрытия тема. Конечно, относительно Жилина и Петросян выиграла, мне кажется, Джексона. Но мне кажется, только за счет того, что у него была короткая и Джексон был короче. Но она кайфует. Видно, что Аделя слышала, по крайней мере, до этого эту музыку, и, по крайней мере, где-то в плейлистах Майкла Джексон у нее есть. Мне очень понравилась ее произвольная. Мне очень понравилась произвольная Петросян. 5 с плюсом, легко, такая подростковая. Она где-то, знаешь, спешит-бежит, но это настолько органично в этой музыке, что и хочется, чтобы она постоянно вот это спешила, бежала и так легко это смотрелось. Потрясающе. Майу Хромых будем смотреть по прокату. По сезону. По сезону, да. Мы очень рады ее возвращению. Браво, да, пытается, вот как бы, потому что сядь тяжело, пусть с такого перерыва тяжело. И всех обстоятельств, пытается ломать обстоятельства. Пары, давай, у нас времени, нас сейчас выгонят отсюда, друзья. Мы из лифта вам запишем. Нам сейчас погасит свето. Ладно. Так, для меня ярче всего Байкова с Козловским. Я увидела изменения. Я увидела, что они совершенно по-другому выходят и чувствуют себя на льду. Мне это очень понравилось. Значит, оригинально вот я себе написала. В хорошей они очень форме. Ну, у нас практически все пары в хорошей форме. Вот, это было классно наблюдать. Что у тебя отмечено? Байкова с Козловским. Азнавур. Азнавур, который уже просто у нас теперь только богема Азнавурова. Причем в такой версии мне не очень нравится. Очень странная версия. Да, вот это вот потом возвращается. Наверное, есть какая-то идея, но не совсем донесли. Ни одна из пар, которая катала эту версию, не смогли донесить. Удалось подслушать. Сразу такое было короткое обсуждение. В дверях Глейхенгаус, Дудаков. Не помню, Этери не было, по-моему. И Байков, Козловский стояли. И Даниил Глейхенгаус. Я бы только просто услышал, как так грел уши. Интересно же, по-моему, он сказал, проехали ровно по эмоциям. То есть, как бы, видимо, там еще будет что-то в короткой программе. И должно быть это что-то. Он говорит, проехали ровно по эмоциям. То есть Глейхенгаус не был доволен тем, как они проехали. Как я это понял, может быть, я услышал только часть звона. Самое главное для меня, это когда они вошли в Мигзону после произвольной программы, их фраза «Первая битва выиграна». Они не изменяют себя. Подожди, нет, или это моя фраза. Андрей, ты смотри, сейчас нам припишешь что-нибудь с тобой вообще. Мы довольны. Мы переживали очень хорошо. Персональный рост, ну, по-моему, это их, это у меня после кавычек «Первая битва выиграна». Да, и это чувствовалось. Это чувствовалось, что вот уже сейчас контрольные прокаты, но вот это противоборство Мишны Галяма, Бойкова, Козловский, оно уже идет. Вот, поэтому и те, и другие, ну, извините меня, просто в такой близкой к боевой форме. И та концентрация, на которую они выходили, Риттбергер не хотят ставить произвольную программу, ссылаются на математический расчет тренеров, что тройной Риттбергер в произвольной, там, они теряют все-таки по баллам, потому что нужно выполнять очень хорошо, значит, нет, сто процентов на плюс четыре в произвольной уверенности. Но в короткой, то есть набор тот же. Понятно одно, у нас есть две пары, Мишна Галяма, Бойкова, Козловский, будут рубиться и те, и другие настроены, и классные постановки у тех и других. Ну, кому-то может не нравиться вот эта суперклассика «Грезы любви», но кому-то это нравится, это уже… Ты про Мишну с Галяму? Да, да, да. Если я поставил произвольный, плюс пять, мне очень понравилось. Ну, ты видишь. Мне понравилось. Я просто знаю, что кому-то, как бы, о господи, сколько можно, а кому-то и не так. И дальше… Мне очень понравились Кадырова Колесов, для меня они сейчас третья пара. Произвольный? Вообще. В хорошей форме, работа над руками, значит, короткая нравится, произвольная плюс пять силовая, я отметила. Слушай, ну, видишь, разные очень мнения, я тоже читала очень разрывные комментарии по поводу их произвольной, но мне понравились, они очень ярко смотрятся и классные фишки… Так, у нас времени нет, Косторная Куница. Очень сложно, но если они это накатают, будет шанс. Произвольная мне не понравилась от слова совсем, где там голодные игры, я не увидела этого совсем, 50 оттенков серого, поставлено тупо под Косторную, с этим справляются, но они пока два одиночника. Вот, два одиночника, я бы так сказал, парник и одиночница, потому что, то, что я для себя отметил, она не понимает, как кататься в паре, вот, как бы это уже все-таки выступление, то есть, как бы правильно объяснить, вот… Конечно, она пока его не чувствует спиной. Вот, да, все-таки парное катание – это другое вот взаимодействие с партнером, а вот, она не совсем понимает, как это взаимодействие должно быть выражено во время проката по льду. А что ты хочешь-то еще? Там года не прошло, и понимаешь, как они в паре. Ничего не хочу, просто то же самое. Сабинина, Хадыкин для меня, ты мотаешь головой, но мне очень хочется, чтобы эта пара осталась, чтобы они продолжили работать. Мне кажется, что там может быть интересный прогресс, но, извини меня, они уже четверную подкрутку требуют, тройную подкрутку делают очень хорошо. А где катание? А где программы? Мы только четверной подкруткой будем выигрывать? Нет, они не будут выигрывать. Они в самом начале своего пути. У них путь пройден ими, ну, прям вот совсем все очень-очень сыро, много вопросов к ним, и они это сами понимают. Очень рада возвращению Карина с Никитой. Я и в прошлые годы за ними наблюдала. Прекрасная работа Федя Климова. Очень хочу их видеть в этом сезоне где-то в топе. Акопова Рахманин. А я как сказала? Нет, ты сказал Карина с Никитой, да-да-да, простите. Карина Акопова, Никита Рахманин, да. Вот, Хабибуллин и Княжук, я просто аплодирую за их и стабильность, с одной стороны, и очень сложный контент. Один из самых сложных контентов, если не считать, к стране пынется, но... И поэтому они с наработанным достаточно стабильным контентом, как хочется думать, они могут претендовать на третье место, ну, по крайней мере, и там и парные катания есть. Поэтому нас ждет все очень интересно. Сокина Грицаенко, я отметила с ними, мне понравилась очень эта пара, она и в прошлом сезоне нравилась. Мне понравилась короткая, но произвольная меня разочаровала. Когда переедут в Москву, у меня здесь вопрос. Вот, собственно, минус три я ставлю за произвольную, потому что такую музыку под силу, this is a man's world, ну, нельзя так поперек музыки ставить. Ребята, ну, пожалуйста, ну, очень вас прошу, если вы замахиваетесь на это, будьте любезны. Вот, честно, у меня прям это вот, я прям себе написала. И так, ну, Бояринцев и Плешков, честно, мне не очень запомнились. Вот, я дважды включала их, чтобы пересмотреть и запомнить. Вот. Все. Да, опять переброс. Вот это мне нравится. Много-много-много, быстрее, 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 быстрее. Надо распределять с тобой время. Четко 15-20 минут на каждого потом в дальнейшем. Вот. Ведь оно не получится. Все, мы начали, сезон стартовал, мы тоже стартовали. Ход коньком, Екатерина Боброва, Андрей Журанков. Через неделю следующий подкаст. Пишите в этом. Все-таки главное для вас событие межсезонья, которое вы считаете наиболее значимым. Друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо этой новой студии. Кстати, пишите в комментариях, как она вам понравилась или нет. Студия Volume 15. Мы здесь теперь осядем. Будем с вами именно здесь. Пишите, как у нас в этот раз со звуком. В общем, оставляйте ваши комментарии. И берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok